Выбор Путина остаться навсегда или уйти Политика Власть 20 января 8.19 Выбор Путина Остаться навсегда или уйти В Кремле до сих пор ломают голову Что делать со страной после 2024 года Дмитрий Родионов Комментарии в просмотров 7372 На фото Президент России Владимир Путин Фото Зюма Материал комментируют Владимир Лепехин Игорь Шатров Президент России Владимир Путин В ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной войны В Санкт-Петербурге Высказался против бессрочного пребывания У власти главы государства Один из ветеранов во время разговора С главой государства предложил Не ограничивать полномочий президента Конкретными сроками и закрепить это В Конституции Чтобы народ потом решил Продлить работу президента или освободить его Поблагодарив за сделанное Отметил петербуржец Добавив Что у президента получилось Укрепить обороноспособность страны В ответ Путин сказал Что понимает существующее У некоторых граждан опасения Связанные с нестабильностью К которой может привести смена президента Но никакой необходимости Возрождать практику Существовавшую в советские годы Нет Очень тревожно было бы вернуться В ситуацию середины 80-х годов Когда руководители государства Один за одним До конца своих дней Оставаясь у власти Уходили из этой власти Не обеспечивая при этом Необходимых условий Трансформации власти Поэтому вам спасибо Но думаю Что лучше к такому К такой ситуации Которая была в середине 80-х годов Лучше не возвращаться Отметил президент Как понимать все эти заявления Читайте также Путин навсегда Конституционные реформы Оставят президента На вершине политического олимпа Почему фундаментальные изменения В стране готовятся В тайне от всех Путин говорит о подходах К формированию Современной политической системы В России Считает заместитель Директора Национального института Развития современной идеологии Игорь Шатров Он не без оснований Видит себе ее создателем Ведь нынешний президент Действительно Получил из рук Ельцина Во многом скопированную Из западных образцов Политическую систему Провел ее через буря Первого двадцатилетия Века Вынося коррективы То сужая То расширяя Пространство политических свобод В итоге он ее усовершенствовал А сейчас намерен Внести последние штрихи Чтобы система отвечала Уже вызовам будущего И позволяла Сохранять стабильность Которая обеспечивает Гармоничное развитие Если бы с Ельцинской Вольницей мы перешли В свое время В 21 век Россия оказалась бы В том положении В котором сейчас Находится Украина Помните знаменитую фразу Бориса Николаевича Обращенную К главам регионов Берите столько суверенитета Сколько сможете проглотить А помните Во что это вылилось В Чечне СП Как думаете Последнее заявление Президента Его инициативы Как-то связаны С преемником С транзитом власти Вопрос о преемнике Думаю Не решен Он встанет ближе К окончанию Президентского срока Пока об этом Говорить рано Мы живем В меняющемся На глазах мире Все происходит Столь стремительно Что очень сложно Предугадать Какие отличительные черты Особенности Уникальные качества Привлекут избирателя Через несколько лет Кстати На примере Медведева Это хорошо видно В тандеме он Всегда олицетворял будущее Его образ Был привлекательным Для молодого Электората Нулевых интернет Гаджеты Более свободный Стиль в одежде Но он засиделся В резерве Теперь таких Как Медведев Немало Да тут же и Мишустин И его цифровой прорыв В ФНС Из этого числа Даже музыку Для Лепса Пишет Тем не менее Полагаю Что Мишустин Не станет Приемником Думаю Это будет Более молодой Политик Возможно Из числа Нынешних Губернаторов Продолжается Поиск Нового образа Лидера государства Который сменит Отца основателя Ну или просто Отца нации Если основателем Все же считать Ельцина Скорее всего Это будет Селфмейд Мэн Человек Который сделал себя Сам уже в условиях Новой По советской России СП В качестве Негативного примера Пути он назвал Ситуацию Которая сложилась В СССР В 1980-е годы Так ведь Россия и СССР До этого Правили пожизненно Но негативная ситуация Сложилась Именно в 80-е Почему? Действительно Ли это так плохо? И да В те времена Главу государства Ведь не выбирали А сегодня Президент Всенародно Избранный Лидер Ну Если народ Так хочет Это же Демократия Отказываясь От западных Лекал при создании Суверенной Политической Системы Возможно Стоило бы Пересмотреть И бесспорность Двух сроков Как обязательного Ограничения Для политика На высшей Государственной Должности Эта Тактическая Политическая Чехарда Отвлекает От достижения Стратегических Целей В то же время При существовании В России Крепкой Политической Системы Риски Попадания Во власть Случайных Людей Сводится К минимуму Система Или как Называют Ее Некоторые Дип Стейт Глубинное Государство Является Своеобразной Защитой От дурака Сохраняющей Баланс Ветвей Власти И удерживающей Первых Лиц От решений Идущих Вразрез С национальными Интересами Дип Стейт Это набор Законов Институтов И ответственных Лиц На всех Этажах Государственной Службы Сейчас Часто Говорят О нем Применительно К Соединенным Штатам Где Глубинное Государство Удерживает В заданных Рамках Дональда Трампа Существует Ли Дип Стейт В России Похоже Владимир Путин Считает Что Для успешного Его функционирования Недостаточно Только Некоторых Решений Законодательного Характера А люди И институты Уже Есть Отсюда Проистекает Его Инициатива С расширением Полномочий Парламента Конституционным Закреплением Статуса Госовета И некоторые Другие На взгляд Нашего Президента Российская Политическая Система Созрела И адекватно Отреагирует На подобные Инновации А отказ От уловки В виде Слова подряд Кандидат в Конституции Защитит От узурпации Власти В стране В будущем Стабильность Обеспечивается Преемственностью Курса За сохранение Которого Обязана Бороться Партия Кандидат От которой Или кандидат Поддержанный Которой Победил На выборах Таким образом Смена Лидеров У руля Государства Не обязательно Будет означать Смену Стратегического Курса Ну А если Избиратель Пожелает Именно Смены Курса Он Проголосует За оппозицию Наконец Вспомним Что парад Лафетов На которых Одного за другим Провожали В последний Путь генсеков В 80-х годах Прошлого века Привел в итоге К появлению На высшем Государственном Посту Того времени Горбачева Юрий Болдырев Один луч Света И тот Мытарь О премьере Мытарь При президенте Нотариусе Во главе Госсовета Не в нашем Районе С.П. Речь идет Идет только О президентской Должности Может ли появиться Иная должность Привлекательная Для Путина И притом Несменяемая Например Глава Госсовета Которому Можно передать Часть президентских Полномочий Списывать Путина Со счетов После ухода В будущем С поста президента Конечно Не стоит Вспомним Черчилля Отличие Государственного Деятеля От политика В том Что политик Ориентируется На следующие Выборы А государственный Деятель На следующее Поколение Это и о Путине Путин Конечно Не политик А государственный Деятель Думаю Он сам Определит На каком Посту Продолжит Своё Служение А не работу Как некоторые Политики Называют То Чем они Занимаются Многие Эксперты Полагают Что Владимир Путин Действуя в режиме Трансфера Власти Думает Сегодня Не столько О том Как обеспечить Преемственность Политсистемы Сколько О том Чтобы уйти Красиво Считает Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин Фактически Узурпировав Власть в России Конституционными Уловками Он Аналогичными Уловками Хочет Под занавес Своего Правления Показать Народу Что он Не узурпатор Как бы Отменяет Бессрочное Правление Для того Кто Придет На его Место Совершенно Очевидно Что Любой Кто Придет На место Путина Может Установить Подобно Своему Предшественнику Бессрочный Режим Правления СП А как Начат Отсылки К советскому Опыту Прав Леон Грудинин Хоть Десять Премьеров Отправь В отставку Нацпроекты Путина Ничего Не Изменит В интервью СП Директор Совхоза Имени Ленина Поделился Своим Мнением О послании Президента Цена 20-летнего Правления Одного Человека Заморозка Политической Системы И гниения Экономики А значит Примененные Путиным Средства Исправление Конституции Под себя И стабильность Вместо Развития Не оправдали Цели Народ Бы простил Президенту И 20-летнее И 30-летнее Пребывание У власти Если бы Росли доходы Населения А страна Процветала А на фоне Накопившихся В стране Нерешаемых Проблем Уйти красиво Путину Не удастся По факту Мы можем Говорить Сегодня О политическом Тупике Путина Судя по всему Своё личное Пребывание Во власти Он поставил Высшей задачи Формирования В стране Эффективной Политической Системы При которой Общество Будет Саморазвиваться Независимо От того Как фамилия Очередного Главы Государства Сегодня Владимир Путин Пожинает Плоды Созданной Им Псевдовертикали Власти Которая Вот-вот Рассыплется Народ Не признает Эту вертикаль Основной Принцип Существования Которой Лояльность Главе Государства Тем более Что она Не работает Большинство Решений Путина Саботируются Самими же Представителями Этой Вертикали По сути Путин Возродил Сталинскую Административную Вертикаль Когда все Решения Замыкаются На одном Человека Но без Сталина Без руководителя Который Сам Отвечает За все И строго Спрашивает Спочиненных Думаю Что президент Начинает Понимать Что после Его ухода Вертикаль Власти Поплывет Но вместо Реальной Реформы Политсистемы Он Увы Предлагает Элитам И карманным Общественным Деятелям Обсуждать Особые Полномочия Госовета И отмену Бессрочного Правления Власть Путин Навсегда Конституционная Реформа Оставят Президента На вершине Политического Олимпа Новости Политики Медведев Я доволен Работой Правительства